Великий мистик, одна из загадок 20 века, как называют композиторы Александра Скрябина, родился в 1871 году в Москве. И вы знаете, ничего мистического в его детстве, по крайней мере, не было. Мама умерла, отец по делам службы жил за границей, воспитывали мальчика, родные бабушки и тетка. Закончив кадетский корпус и параллельно консерваторию, юный Скрябин очень быстро сделал себе имя, как талантливый пианист и композитор. А по-настоящему прославился в 1910 году, когда решил соединить музыку со световыми эффектами. Он написал знаменитую поэму «Огня», в которой объединил хор, орган, симфонический оркестр, фортепиано и специальную клавиатуру для световых эффектов. Это было в 1910 году. Исполнить это оригинальное произведение в том виде, в котором задумал автор, так и не удалось. В начале 20 века в световом сопровождении Скрябину отказали по техническим причинам, мол, увы, это нам пока не под силу. Но самое удивительное заключается в том, что даже сейчас за это никто не берется. Почему? Это тоже одна из загадок. Современникам Скрябина казалось иногда, что он пришелец с другой планеты, пытающийся воссоздать на Земле божественную музыку иных миров, пока недоступных пониманию человека. Но придет время, и эта музыка понадобится землянам, считал Скрябин, и как одержимый работал над симфонией мистерия. Он мечтал исполнить это произведение музыки тонких сфер в Индии, в специально построенном храме, как он говорил, с текучей архитектурой. Что это, никто не может понять никто по сей день. По замыслу композитора, этот храм должен был быть настолько большим, чтобы в нем собрались все жители Земли и все стали исполнителями таинственного произведения. Это не был первоапрельский розыгрыш. Часть своих концертных гонораров Скрябин действительно откладывал для покупки в Индии участка Земли под строительство своего музыкального текучего храма, где каким-то непостижимым образом должны были собраться абсолютно все земляне. Когда его спрашивали, слушай, а зачем все это нам, земля, нам нужно, он отвечал, когда население планеты примет участие в постановке мистерии, наступит конец непластичного физического мира, и возникнет единое светлое сознание Земли, освободившееся от тяготных оков грубой материи. Другими словами, Скрябин мечтал слить человечество в единый сгусток нематериального разума и объединить его с ноосферой планеты, создав огромное разумное поле. И именно в разрешении такой сверхзадачи он видел истинный смысл своего земного существования. Ну, признайтесь, у вас сейчас мелькнула мысль, а все ли в порядке было у Скрябина с головой? Вы знаете, такой же точки зрения придерживались многие его современники. Но уже после смерти композитора было неопровержимо доказано существование земной ноосферы, о которой он говорил. Более того, сегодня существует научно обоснованная гипотеза, что сама наша планета — это огромный и непознанный живой организм, живущий в своеобразном симбиозе с человеческой цивилизацией. А вот Скрябин знал это, знал сто с лишним лет назад. «Когда он играет, пахнет древним колдовством», — говорил композитор и его друг, паэт Серебряного века Константин Бальмонт. Скрябин считал, что пишет не мелодии, а некие звуковые заклинания, которые доносит до слушателя его астральное тело. Тот же Бальмонт не раз отмечал, что Скрябин гипнотически действовал на людей, но никому никогда не причинял зла. А сам Александр Николаевич признавался близким знакомым, что может выходить на связь с астральным миром и видеть таинственные образы параллельных миров. Вот их он и пытался воплотить в своей музыке. Да и в быту Скрябин был весьма необычным человеком. Мог, например, спокойно, не моргая, смотреть на яркое солнце, что не в состоянии повторить практически ни один человек на земле. А он мог. И при этом панически он боялся инфекций. Письма вскрывал только в перчатках. И если что-то с его тарелки падало на чистейшую скатерть, он это считал безнадежно отравленным. Быть может, он знал, что ему предопределено, и старался отдалить трагическое мгновение. Ведь скончался Александр Николаевич, согласно медицинскому заключению, от инфекционного заражения крови. И вот еще один удивительный факт. Ровно 110 лет назад, 14 апреля 1912 года, композитор зашел в Арбатский особняк, принадлежавший профессору Грушко, чтобы снять там квартиру сроком ровно на три года. «Давайте заключим договор без срока», – предложила квартирная хозяйка, «не желаю упускать знаменитого жильца». «Через три года меня здесь уже не будет», – ответил композитор. «Да», – удивленно протянула женщина, – «а где же вы будете?» «Уеду в Индию», – грустно усмехнулся Скрябин. И ровно через три года его не стало. В нашем эфире сейчас прозвучит фрагмент симфонии Скрябина Прометей. И если вы услышите эту музыку впервые, мы вас поздравляем. Вы прикоснетесь к одной из самых мистических тайн двадцатого века. Продолжение следует... Продолжение следует...